Депутат Шейхудинов Рифат Габдулхакович, он представляет в Государственной Думе партию «Гражданская платформа». Пожалуйста. Спасибо, Иван Иванович. Уважаемый Дмитрий Николаевич, в нашей стране более 4 миллионов охотников, они напряженно относятся к любому новому министру. И понятно почему, потому что сферу охоты в последнее время такие потрясают разные проблемы. С одной стороны, Департамент охоты много раз менял разные министерства, теперь вы его объединили с лесниками. Соответственно, есть разные инициативы Росгвардии по ужесточению оборота и использованию охотничьего оружия. Конституционный суд выносил свое определение, что есть противоречия в законодательстве. Вот как вы собираетесь наводить порядок в этой сфере, охот, пользования и охоты? И будет ли самостоятельный департамент? И как вы относитесь к инициативам Росгвардии по ужесточению? Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Я планирую и думаю, что в ближайшее время это произойдет, департамент охоты создать, отдельный департамент. Вообще, конечно, в идеале, когда-нибудь, наверное, это должно превратиться в агентство, отдельное агентство по охоте, потому что огромное количество охотников. Я сам охотник, я понимаю, что эта проблема существует. То законодательство, которое сегодня есть, но если мы его будем сравнивать с европейским или с американским, с африканским, оно кардинально отличается от того, что вообще можно назвать охотой, по большому счету. Нам предстоит огромная реформа. Я подключил к этому Кировский институт. То есть я понимаю, я вообще системный человек, и для меня, конечно, создание некого проекта развития очень важно. Вот как таковой стратегии развития я не увидел. И даже когда это был департамент, он свою функцию, по большому счету, не выполнил в части охоты. Предстоит большая работа. Очень много надо будет принимать законов. Начиная с того, что как может просто любой человек с охот минимумом получить оружие. Понимаете? Оружие что? Менее опасное, чем автомобиль? Чтобы получить автомобиль, права и научиться ездить, человек должен пройти обучение, получить лицензию, получить права и пользоваться. А как человек может просто взять справку от врача, что он там вменяемый, и по охотничьему минимуму получить разрешение на оружие? Это что? Как это возможно? Невозможно. Я считаю, что это надо менять. Поэтому мы и получаем такие моменты, как связанные в Керчи и так далее. Это очень серьезный момент. И потенциал охоты огромен в России. Мы должны оценить, сколько на гектар леса может вообще содержаться зверя, и сколько по факту содержится. У нас нет элементарной инвентаризации. Мы не знаем масштаб бедствия. Поэтому я хочу системно к этому подойти. И, возможно, этот департамент, он не потому, что я к лесникам его отдал, потому что для меня охота и лес – это приблизительно одно и то же. И Валентик отвечает у меня за лесную промышленность. И постоянно, когда там возникают вопросы, они больше касаются Ивана Владимировича. Поэтому я их пока объединил. Но я выделю их, и если понадобится, подчиню напрямую себе. И буду лично заниматься этим вопросом. Продолжение следует...